Вчера вечером я начал читать книгу автора, который умер на прошлой неделе. Харпер Линн, вот этот убит пересмешник, кто написал? Нет, 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 нет. Я почитал книгу автора, который был профессором в Италии. И это Умберто Эко. И вот, знаете, он очень, ну я никогда не думал читать. Ну я слышал о нем, но как-то, знаете, он художественную литературу пишет, он ученые, напишет художественную литературу. Знаете, чем он занимается? В науке он занимается символом. Очень интересный раздел, например, мир полон символом. Ну, например, мы общаемся при помощи символом. Например, когда молодой человек, девушку хочет обратить на себя внимание молодого человека, она дает определенные символы, а он, дебил, не понимает. Вот она ему все, она ему уже так глаза опустила, это символ, не понимает. А она уже вот так вот сделала, а он не понимает, не видит символ. Вот он занимается что-то, что я так понимаю, он занимается такими символами. И вот он умер, и я прочитал его, вчера начал вечно читать его книгу. Я расскажу все. И это мне легло, знаете, на лекцию, которую я готовил чуть больше раньше, в сегодняшнюю лекцию. Легло следующее. Он пишет в этой книге, это имя Роза, его первая книга. Это книга о монахах. И я понял, что мы юристы, ну кто из вас станет юристами, очень похожи на монаха. Ну, чем похожи? Ну, во-первых, у нас есть священные тексты. Ну, у монахов у всех есть священные тексты, это книга. У юристов также есть священные тексты, которые мы толкуем, это наши законодательства. Следующее отличие. Монахи, они, знаете, они отделены от других людей, или стенами монастыря, или своей одеждой. Юристы тоже отделены от всех остальных. Вы посмотрите на юристов, у них незримая стена стоит между ними. И другими людьми, они другие. Они говорят по-другому, у них ценности другие. И еще одно отличие. У монахов есть ордена. Есть орден францисканцев, есть орден иезуитов. У юристов тоже есть ордена. Мы сегодня будем говорить об одном из этих орденов. Я думаю, это самый яркий орден. Потому что он, его хорошо видно, он его хорошо исследован, он хорошо исследован. Это орден адвокатуры. Вы сегодня узнаете об этом тайном ордене, оказывается он тайный. Хотя документы вроде бы открыты, но мало кто знает, кто это такие и чем они занимаются. Мы сегодня будем говорить об организации адвокатуры и в рамках, конечно же, заявленных вопросов на получение статуса адвоката. Сегодня я вам дам информацию для того, чтобы вы могли, если есть такая необходимость, или не могли, но не важно, сдать экзамен на получение статуса адвоката. Итак, второй блок, он называется так.